Искривление позвоночника или сколиоз – одно из самых распространенных заболеваний, которые в настоящее время выявляют у школьников. Неверно подобранный ранец, неравномерная нагрузка на спину, неправильное положение тела при чтении, письме и работе за компьютером – это еще не полный перечень причин, из-за которых далеко не каждый школьник может похвастаться королевской осанкой. А ведь это не только ухудшает внешний вид, но и отрицательно влияет на работу внутренних органов. Окончание формирования естественных изгибов позвоночника у ребенка заканчивается к шестому-седьмому году жизни. И только в это время мы можем сказать, имеется ли у ребенка нарушение осанки или не имеется. В младшем школьном возрасте у ребенка отмечается замедленный темп развития костной ткани, то есть ребенок очень медленно растет в длину. Но происходит очень интенсивное укрепление мышц. Ребенок быстро устает, очень подвижный. И в это время в основном формируется нарушение осанки. То есть в это время мы можем очень сильно воздействовать на положение тела ребенка, чтобы не сформировались какие-то отклонения от нормы. Нередкое искривление позвоночника первопричину имеет психологическую сутулясть. Ребенок словно пытается закрыться от окружающих. А некоторые специалисты считают, что проблемы с осанкой появляются у тех, кто весь груз проблем буквально тащит на себе. Именно поэтому не стоит отодвигать на второй план и обделять вниманием состояние психологического здоровья школьника. Ребенок сталкивается с первой социальной средой, это с родителями. И в зависимости, как родители реагируют на его развитие, на те навыки, которые он приобретает, так он и делает свои какие-то внутренние выводы, и реагирует, и формируется, и растет. Поэтому я думаю, что родителям эта информация очень важна. Чтобы родители не только воспитывали, дрессировали ребенка, а его сопровождали в его развитии, в его росте. И тогда ребенок вырастет сильным, достойным, гибким, адаптивным человеком. Надеяться, что проблема, если она есть, решиться сама по себе не стоит. Так считают и логопеды. Дефекты речи способны не просто доставить дискомфорт. Выйти к доске или задать обычный вопрос для такого ребенка становится настоящим испытанием. Что, безусловно, отрицательно сказывается и на учебе, и на возможностях профессионального и личностного роста в будущем. Учитель-дефектолог Анна Дуленец уверена, что чем раньше ребенок посетит специалиста, тем больше шансов, что он станет разговаривать чисто и без проблем. Есть родители, которые очень ответственны, и, скажем так, начиная с полутора, с двух лет, они понимают или волнуются от своих детей, понимают, что существует проблема, пытаются решить. Ну, конечно, есть люди, которые ожидают, что само пройдет, и потом уже в подростковом возрасте спохватываются, что детей проблемы в школе, что ребенок остался картавым, что существует проблема с письменной речью и так далее. То есть само не проходит, нужно всегда обращаться к специалистам. Большая ответственность в деле сохранения и улучшения здоровья детей, безусловно, лежит на плечах врачей и специалистов. Однако помощь и участие самых близких, людей и родителей переоценить невозможно. Именно поэтому компания «Логопед плюс» совместно с психотерапевтическим центром Сергея Шиманского проводит занятия не только для детей, но и бесплатные семинары для родителей. Центр детского развития «Логопед плюс» совместно с психотерапевтическим центром Сергея Шиманского проводит серию информационных лекций для родителей. Это бесплатные лекции, которые должны помочь родителям сориентироваться, нет ли проблем в психическом и речевом развитии их детей. И если какие-то проблемы существуют, мы помогаем им понять, к каким специалистам стоит обращаться и что можно сделать самостоятельно. Главное не ожидать, что оно пройдет само, не слушать бабушек, которые говорят, и папа поздно заговорил. Вот вовремя. Если проблема существует, это как с больным зубом. Сколько бы ни тянуть, все равно к стоматологу нужно идти. Точно так же и в логопедии. Само не пройдет, лучше раньше обратиться к специалисту и быстро решить эту проблему.